МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире Акценты. Это общественно-политический проект телекомпании РТ Планета. В студии программы Виталий Дерябин. Рассмотрим и проанализируем некоторые события уходящей недели, на которых хотелось бы акцентировать ваше внимание. Пресс-конференция, которую все называют большой. В четверг в Москве в Центре международной торговли прошла традиционная встреча президента с журналистами российских и зарубежных средств массовой информации. Напомним, что такие пресс-конференции Владимира Путина проходят ежегодно, и они собирают сотни представителей прессы со всего мира. А также из российской глубинки. Наша телекомпания уже в шестой раз посылает в столицу свою съемочную группу. Путина видели, слышали и снимали мои коллеги Елена Давыдова и Виктор Яковлев. 11-я пресс-конференция Владимира Путина не стала самой продолжительной, но оказалась рекордной по числу СМИ. Журналистов было почти полторы тысячи. Начал глава государства с вопроса о путях выхода из кризиса. По словам президента, когда закладывались прогнозы, цены на нефть были другими. При этом президент отметил, что пик падения экономики уже пройден. Статистика показывает, что российская экономика, кризис в целом миновала. Пик, во всяком случае, кризиса. Не кризис, а пик кризиса. Со второго квартала текущего года наблюдаются признаки стабилизации деловой активности. О чем, на основании чего мы такой вывод делаем. В сентябре-октябре прирост ВВП, прирост уже составил, соответственно, 0,3-0,1%. Прозвучал вопрос, справедливый ли сбор из дальнобойщиков за платные дороги. Все может быть проверено, в том числе и общественностью, и счетной палатой, что чрезвычайно важно. Если кто-то считает, что эти расценки на содержание, на развитие завышены, пусть посчитают и предъявят. Президент также выразил надежду, что правительство примет решение об отмене транспортного налога для большегрузных машин, которые оплачивают пройденный километраж через систему Платон не позднее конца марта будущего года. Особое внимание Путин уделил вопросу пенсионного возраста, отметив, что рано или поздно его нужно будет поднять. За 3 часа 10 минут президент успел ответить на 44 вопроса. Свои вопросы задали в общей сложности 32 журналиста. Мне показалось, что он мог еще продлиться, но он не стал преодолевать тот рубеж, который поставил в прошлый раз 3 часа 10 минут. Но получилась пресс-конференция от этого еще компактнее, более насыщенной. Я считаю, что это одна из самых удачных. Она была какой-то в этот раз необыкновенно доверительной, а иногда даже и исповедальной. Возможно, это было связано с тем, что в самом начале он заговорил про отношения с Турцией, и это задало некий тон. Он был абсолютно искренним, отвечая на этот вопрос. Пресс-конференция Владимира Путина по традиции была насыщена цитатами. Самые яркие – лизнуть американцев в одно место – о турецком руководстве. Они думали, что мы оттуда убежим, Россия не та страна, об увеличении присутствия в Сирии. И, наконец, о назначении Саакашвили – плевок в лицо украинского народа. Безусловно, пресс-конференция главы государства стала главным информационным событием года. Анализом и обсуждением сказанного политологи будут заниматься на протяжении долгого времени. Яркие, меткие и зачастую хлесткие фразы Владимира Путина, которые он выдает во время своих выступлений, общеизвестны. Пахал, как раб на галерах. Такую оценку Путин давал в своей работе на большой пресс-конференции в феврале 2008 года, когда заканчивался его второй президентский срок. Пусть учат свою жену щи варить. Это он тогда же о советах Европейского бюро демократии и прав человека насчет того, как в России надо проводить выборы. Двумя годами раньше сказано так. Пора прекращать руководить из Москвы строительством в муниципалитетах, школ, бань и канализации. Это цитата из послания Путина Федеральному собранию в мае 2006 года. С тех пор прошло без малого 10 лет, но вопрос самостоятельности муниципальных образований актуальности не утратил. Особенно финансовой самостоятельности. Местная власть по-прежнему испытывает большой дефицит средств для осуществления своих полномочий. В существующих бюджетных реалиях это усугубляется, и муниципалам ничего не остается делать, как опять просить помощи у властей вышестоящих уровней. Эта помощь оказывается регулярно, но проблема финансовых основ деятельности продолжает являться для муниципалитетов проблемой номер один. Именно она стала главной в повестке дня консультативного совета по развитию местного самоправления Ассоциации представительных органов власти Привозского федерального округа. Совет с участием полк предпрезидентов ПФО Михаила Бабича в минувший вторник собирался на нашей территории. Понимая все бюджетные трудности, понимая, что сегодня сложно переспределять ресурсы с одного уровня на другой, потому что есть много задач, которые в рамках существующего бюджетного процесса нужно выполнять, тем не менее приоритет местного самоправления нам понятен. И мы подготовили целый ряд предложений для федеральных законодателей, для правительства Российской Федерации, которые позволят, может быть, малыми ресурсами, малыми средствами решить задачу наполнения органов местного самоправления источниками финансирования. Пока одни предложения, направленные на решение проблемы недофинансирования муниципалитетов, рассматриваются и обсуждаются, другие уже обрели статус законов и реализуются, в том числе и в Оренбурге. В частности, у нас в этом году произошло укрупнение муниципалитетов в городские округа за счет объединения ряда городов с районами. Ими легче управлять и денег на содержание административного аппарата требуется намного меньше. 29 тысяч населения в городе Сорочинске и 12 тысяч населения в районе Сорочинска. На 41 тысячу населения, 4 главы, 2 отдела культуры, 2 отдела физкультуры и так далее, соцзащиты и так далее, и так далее, и так далее. Вот даже само это, и люди это все поняли, и все эти реорганизации прошли спокойно, нормально. Одним из ведущих трендов российской внутренней политики продолжает оставаться импортозамещение. И хотя текстовый редактор в компьютере продолжает подчеркивать это слово красным, отказываясь признавать его наличие в русском языке, оно прочно вошло в обиход и чиновников, и бизнесменов, и простых обывателей. Говорим импортозамещение и представляем магазинные полки, на которых полностью отсутствуют товары с клеймом «Сделано не у нас». Эту тему не мог обойти стороной в ходе визита в Оренбург и полпред Михаил Бабич. Он провел традиционно в таких случаях совещание, на котором еще раз заявили, без импортозамещения сегодня никак. А также посетил недавно открывшийся Оренбургский индустриальный парк, под крышей которого и планируют размещать тех коммерсантов, которые будут продвигать политику замены иноземного на отечественное. Каждое изделие вот таким вот образом отсматривается, и после этого только упаковывается и маркируется. Оренбургский пуховый платок – визитная карточка региона. Также называется индустриальный парк, где производство платков поставлено на поток. Месяц назад здесь обосновались первые предприятия. Свыше тысячи рабочих мест и 15 тысяч посетителей ежедневно. Все это в перспективе должно превратить индустриальный парк в центр легкой промышленности. Конечно, его мощности смогут заместить на рынке лишь часть импортной текстильной продукции. Впрочем, тотального перехода на обеспечение себя всем и вся не требуется. Конечно, есть абсолютные приоритеты, такие как оборонно-промышленный комплекс. И там мы стремимся действительно к стопроцентному импортозамещению. А во всех остальных сферах и отраслях мы это будем делать разумно, разработать и коммерциализировать те наработки в промышленности, в сельском хозяйстве. План мероприятий на 2015 год по содействию импортозамещению правительство региона разработало еще в феврале этого года. В него попали предприятия традиционно сильных отраслей экономики региона, сельского хозяйства и машиностроительного комплекса. И сегодня в области активно реализуются 20 проектов. В их числе гипсовый завод «Волма Оренбург» по производству сухих строительных смесей на основе местного сырья, завод бурового оборудования, где создана установка, способная заменить технику иностранных производителей в своем классе. И все же главная проблема сегодня – большое технологическое отставание отечественных предприятий от зарубежных. В первую очередь это касается машиностроения. Нашим предприятиям недостает высоких технологий, которые бы позволили производить конкурентноспособный товар, чтобы он не только смог заменить зарубежный товар на родине, но и составил достойную конкуренцию импорту на мировых рынках. Нам этот разрыв очень-очень быстро надо преодолевать, в том числе и путем приобретения патентов, новых технологий, причем самых наилучших доступных сегодня в мире. Оказать помощь в решении этих проблем и выводить предприятия страны на конкурентноспособный уровень призваны различные меры, в том числе фонд государственной поддержки, который в 2015 году составил 20 миллиардов рублей. Аналогичная сумма запланирована и на следующий год. Среди чиновников и политиков, которые приехали в Оренбург вместе с полпредом Михаилом Бабичем, нами была замечена депутат Государственной Думы Елена Николаева. Для тех, кто забыл, напомним, что она в 2011 году была избрана в Нижнюю Палату Российского Парламента как кандидат от нашей области. Николаева один из главных специалистов в сфере жилищно-коммунального хозяйства среди народных избранников. В Госдуме она второй человек в профильном депутатском комитете, а на телевизионных экранах при обсуждении проблем ЖКХ, как правило, на первых ролях. Здравствуйте, Елена Геонидовна. Очень приятно видеть вас в нашей студии. Расскажите, следующий год он будет непростым. Что ждать в сфере жилищно-коммунального хозяйства? Я хочу сразу сказать о том, что одним из ключевых моментов связано с тем, что я инициировала закон о введении предельных индексов совокупного платежа за коммунальные услуги. Так вот, в рамках этого закона, уже действующего второй год, сейчас пойдет, как он будет работать, на следующий год изменение совокупного платежа планируется в среднем по стране не более, чем, обратите внимание, на 4%. Это достаточно серьезное сдерживание роста платежей за коммунальные услуги. Я напомню, что в этом году повышение было в 8% совокупное. Если в вашем муниципальном образовании принимаются отдельные решения, то соответствующие решения должны быть подтверждены на соответствующем законодательном уровне, то есть, допустим, на Совете депутатов, и доказаны, почему это изменение выше или ниже. А вы, как граждане, имеете полное право поинтересоваться, а почему, собственно говоря, у нас изменение платежа больше 6 или 8%, а по всей стране 4%. Поэтому очень рекомендую гражданам внимательно посмотреть на свои платежные документы, и я надеюсь, что это будет сдерживающим фактором. Второй момент у нас этого года вступает в действие долгосрочное тарифообразование. Я напомню, это тоже одна из моих инициатив, смысл которой в том, чтобы и граждане, и ресурсоснабжающие организации могли планировать свою деятельность на длительный период, там 3-7 лет. Мне кажется, это эти экономические мотиваторы для привлечения средств в модернизацию сетей, модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, которые, я напомню, у нас в некоторых регионах изношены до 80%. 80% – это сфера, которая требует колоссальных инвестиций. И именно вот такие экономические методы, которые абсолютно защищают и интересы граждан, то есть не повышение тарифа гарантируется, мне кажется, очень важными. Также мы понимаем, что в следующий год мы будем внимательно смотреть за тем, как заработало лицензирование управляющих организаций. Надо лицензионные требования делать более серьезными, более продуманными. То есть еще ужесточить. И речь идет о том, чтобы в управляющих компаниях работали профессионалы, потому что на сегодняшний момент в лицензионных требованиях такой нормы нет. Смотреть за тем, чтобы соответствующие механизмы по расщеплению платежей, когда средства не крутятся на чужих счетах, а потом гражданам выставляются дополнительные опять деньги, совершенно необоснованно. Ко мне очень много, особенно из Восточного Оренбуржия, такого рода обращений поступает. Поэтому мы считаем, нужно законодательно предложить модель, которая бы не давала даже возможности крутить чужие деньги, например, используя механизмы расщепления платежей через единые расчетные центры. Очень много в этом году вызывало споров и недовольств. Именно взимание платы за капитальный ремонт. На следующий год будут нововведения. Они к лучшему или это такой шаг назад? Мы изначально договаривались с правительством. Это было одно из наших условий прохождения закона. Но мы очень долго согласовывали эти моменты с финансовым блоком правительства в части льгот по капитальному ремонту, которые теперь будут распространяться на инвалидов первой и второй группы, на тех семей, у которых есть дети с инвалидностью, и для пожилых граждан старше 70 и старше 80 лет. В частности, для инвалидов будет льгота 50% по оплату капитального ремонта. И обращу внимание, соответствующие средства заложены в федеральном бюджете. Это было очень трудно сделать с учетом сжимающегося бюджета, но мы в данном случае проявили такую настойчивость. И аналогичное предложение по семьям, у которых есть дети инвалиды, у них есть льготы по оплате коммунальных услуг, вот теперь эта льгота распространяется и на оплату капитального ремонта. То есть 50%. И очень важная тоже норма для тех, кто одинокопроживающие лица старшего возраста, старше 70 лет, будут также оплачивать 50% от взноса, а лица старше 80 не будут оплачивать соответствующий взнос на капитальный ремонт. Я думаю, что для них тоже стопроцентная льгота, которая заложена для компенсации этих взносов, этих выпадающих доходов заложена в федеральном бюджете. Я считаю, что это достаточно хорошие новеллы. И очень важно, чтобы мы не только, грубо говоря, смотрели, как собираются взносы, а вот вместе с вами, вместе со средствами массовой информации, проанализировали, а как же проводится капитальный ремонт. Я напомню, что по плану запланировано 156 многоквартирных домов и в 19 муниципальных образований на общую сумму почти 404 миллиона рублей. Вот я запросил на сегодняшний момент только 92 дома отремонтированы, остальные перенесены на следующий год, в связи с тем, что слишком поздно начали весь процесс и отбора подрядчиков, и соответствующие закупки, и так далее, в соответствии с процедурами всеми. Но, конечно же, это вызывает у нас некое неудовольство, и, конечно, первый год всегда бывает трудным для входа. Это означает, что в следующем году нужно сделать соответствующие выводы, и мы будем очень внимательно смотреть не только за прохождением самого капитального ремонта, а еще за качеством работ, потому что мы в законе ввели соответствующие гарантии, пятилетние гарантии, гарантии качества проведения капитального ремонта. В минувший понедельник по всей стране проходил единый день приема граждан. Это такая новомодная форма работы. Любой человек может прийти к чиновнику и заявить о своих проблемах. Практика проведения показывает, что в основном люди идут с просьбами, опять же, жилищно-коммунальной направленности. Так, на прием к губернатору Юрию Бергу пришла Лилия Бугач. Пришла с двумя грудничками, оставить их некому. У Лилии есть трое детей, а собственного жилья нет. Сейчас женщина и ее дети живут в общежитии. Комната совсем маленькая, некуда даже поставить третью кроватку. Лилия с 2007 года стоит на очереди на получение жилья в Ясенском районе. Но документы, свидетельствующие об этом, утеряны, и ей пришлось повторить процедуру их оформления. Юрий Берг обещал помочь в решении квартирного вопроса матери-одиночки. Вам приедут и вами займутся со всеми этими, чтобы не на трех строчках было написано. Хорошо. А все как положено. Договорились? Впрочем, с просьбами обращаются и те люди, которых социально незащищенными назвать ну никак нельзя. Потому что жилищный вопрос у них решен и решен на очень хорошем уровне, каковым является свой собственный дом за городом. Однако оказывается, что построить особняк – это полдела. Потом выясняется, что благоустройство окрест лежащей территории затягивается на неопределенное время, равно как и строительство социальных объектов, школ и детских садов. И вот вдоволь наслушавшись обещаний типа «не волнуйтесь, все скоро будет», жители и таких новомодных загородных поселков вынуждены отправлять ходоков к власти. Все, что нам застройщик обещал, этого нет. Обещали садик, обещали школу, вот пустырь. Строительная компания «Свой дом» пришла на эту землю в 2007-м и приняла на себя все обязательства по созданию инфраструктуры в Заречье. Недалеко от города, рядом берега Сакмары. Плюс приемлемые цены. На сегодня в поселке живет более 5000 человек. Но вот только красивая сказка про загородный дом превратилась в испытание. В нашем договоре до 2015 года нам обещана полностью вся инфраструктура. По словам людей, живут как на необитаемом острове. Зимой не могут выехать из-за сугробов, а в межсезонье утопают в грязи. Главное оружие – резиновые сапоги. И из школы дети зачастую приходят в таком виде. Сейчас в поселке работает инициативная группа. Она предлагает вступить в кооператив. И якобы тогда ситуация исправится. На встречу с людьми приехал некий Вадим. Говорить на камеру мужчина отказался, но свою позицию доказывал сверхэмоционально. Я устал ездить по таким дорогам. Ну вот тогда вам никогда ничего не построят. Жители говорят, что жилищная компания здесь уже была. Якобы собрали деньги и исчезли. Поэтому сейчас верить на слово уже не могут. Заречья относятся к поселку имени Ленина. В администрации говорят, официально прописано всего 10% жителей поселка. Поэтому пока о качественной инфраструктуре говорить не приходится. Когда поселок будет хотя бы на 50-70% заселенный, и естественно там будет проживать хотя бы 50% нагрузка от 5 тысяч до 2,5, то уже будет возможность какая-то обосновать необходимость таких крупных затрат. Скажем так, из бюджета района или области. Более того, с сентября сюда перестал ездить школьный автобус. Причину родителям так и не объяснили. В поселке более 60 школьников. Сегодня бёрзли очень сильно. Тима расплакалась, потому что у него селоколадия, у меня ноги, я без подштанников. Родители решили эту проблему по-своему. Помощь удалось найти, только попав на приём к министру образования области. Благодаря министру образования маршрут у нас восстановили. И детей забирают пока сейчас с одной из единственной остановок в центре поселка. И обещают с понедельника, что будут забирать так же, как и в 2014 году, по всему посёлку. В общем, проблемы подвоза детей в школу из посёлка Заречья больше нет. А в селе Струково, того же Оренбургского района, решена проблема самой школы. Спортзал которой в этом году был признан аварийным. Однако губернатор, который осмотрел школу 2 сентября, сразу после начала нового учебного года заявил, что ремонтировать нужно не только спортзал, но и всё школьное здание. Вот так теперь выглядит здание Струковской средней школы. Построенное на закате советской власти, оно в принципе старым не было. С другой стороны, за эти годы здесь не было и ни одного полноценного ремонта. Только косметические. В общем, школа давно перестала соответствовать современным требованиям. Потому губернатор принял решение делать всё сразу и по полной программе. Как, школа красивая? Да! Вам нравится? Да! На какие оценки будем учиться все в такой школе? На пятёки. Самое главное, чтобы теперь знания хорошие получили в этой школе, чтобы все будущие наши ученики учились в хороших университетах, показали себя в будущем. Капремонт провели не просто быстро, а очень быстро, всего за два с половиной месяца. Дело в том, что по причине аварийности здания не пришлось объявлять торги на ремонт и проходить различные небыстрые процедуры. Строители зашли сюда уже в сентябре и сразу приступили к работе. Утеплили фасад, заменили кровлю, коммуникации, отремонтировали все школьные помещения. Ну, преобразилась она вся. Красивый очень спортзал. Он стал больше. И все двери очень теперь красиво. На время ремонта школа, понятное дело, была закрыта. Местные ученики, их здесь 64, учились в другой школе. Дети ездили в соседнюю школу на автобусах, учились. Вот мы выдержали всё это достойно. Сейчас очень рада, сейчас коренным образом изменилось. Всё для детей. Я очень хочу, чтобы вот теперь родители и ученики, школьный двор сделали тоже изюминкой. Чтобы спортивная площадка не пустовала. Юрий Берг подвёл итоги пятилетней работы по ремонту школ. 775 школьных зданий приведены в порядок и соответствуют нынешним требованиям. Остальные отремонтируют в ближайшее время благодаря новой федеральной программе, объявленной президентом. Была программа по детским садам, теперь по школам. И что сегодня поставлена задача, чтобы в любом населённом пункте, где бы он ни находился, дети учились в достойных условиях. Чтобы в каждой школе близкой, дальней, сельской, городской условия были одинаковые. Чтобы дети получали нормальное, хорошее образование. Различные спортивные единоборства традиционно популярны в нашей области. Ими занимаются тысячи оренбургцев, а количество поклонников измеряется уже сотнями тысяч. Очень быстро набирает популярность универсальный бой, молодой вид спорта. В Оренбурге он ведёт свою историю с 2012 года. У нас существует областная федерация универсального боя, которая регулярно организовывает турниры различного уровня. Подробнее Анатолий Юденич. На днях в Оренбурге проходил традиционный турнир памяти Дмитрия Старожевых, в котором принимали участие юноши и юниоры. Чуть раньше юношеский турнир состоялся в Элеке. Причём в программу были включены обе дисциплины универсального боя. Классика и лайт. Представители унифайта должны быть всесторонне развитыми и координированными. Ведь это, по сути, двоеборья – прохождение на время полосы препятствий, затем поединок. Я раньше вольной борьбой занимался, и здесь немножко ударка хромает. Надо ещё тренироваться. Вид спорта интересный, и для подростков, я думаю, как раз вызывает интерес. Потому что он такой технический, будем говорить, вид спорта. В уходящем году наши бойцы не раз добивались успеха. Восходящая звезда – оренбуржец Саламат Избулаев. Весной он завоевал серебро российского первенства. Затем попал в призы на чемпионате Европы. И осенью в Питере выиграл турнир Гран-при. Восемнадцать лет добиться такого, который добился Саламат – это тоже довольно-таки прилично. Восемнадцать лет выполнить мастер спорта в этом виде спорта – это тяжеловато. В конце ноября Избулаев вместе с Солиличанином Парвизом Исоевым ездили на чемпионат мира с участием бойцов из двадцати стран. Саламату для успеха не хватило опыта, а вот Исоев завоевал бронзу. Ранее на чемпионате Европы в Медыне блеснули Солиличани Торжанова и Сангаков. Неоднократно становились победителями и призерами различных турниров оренбуржцы Дубровный и Панин, Бузулучани Колесникова и Салмин. У нас практически в большинстве крупных районов открыты спортивные секции. То есть это и Солилицкий, Акбулакский, Бузулук, Новотроиц, Кувандек, Элек. То есть практически везде занимаются. Есть на базе ДЮС США, на базе школы самбо-дзюдо тоже спортсмены занимаются одновременно и самбо, участвуют в соревнованиях по универсальному бою. Работа идет и приходят успехи. Есть все основания предполагать, что в следующем году будут новые достижения. Такие акценты мы расставили для вас на этой неделе. До встречи в следующую субботу. В финальной программе уходящего года подведем некоторые его итоги. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова